Всем привет, у микрофона Рома Грис. Ребят, у нас есть колоссальная новость, вышел трейлер 0.28.0. Ну, ребят, пока что Вадим находится на играх будущего в Казани. Вот, вы можете подписаться, кстати, на наш телеграм-канал по ссылочке в описании, следить там за его жизнью, что он там делает интересного. Ну, а мы, ребят, давайте вместе смотреть трейлер. Что нам интересного показали, как будет развиваться дальнейшая история. Мы неоднократно в подкастах обсуждали, что в игре развивается лор. И очень любопытно, что разработчики нам подготовили, и какие спойлеры и обновления есть в этом тизере или трейлере. Сейчас мы это поймем. Первое, что мы видим, это тюрьма Адам. Значит, сидит какой-то персонаж, видимо, его зовут Адам. Ага, читает что-то про Рим. Ему подсовывают... Что это у нас? Это сотовый телефон, притом неубиваемая Нокия. Сзади мы, кстати, можем увидеть, там есть какие-то пасхалки, видимо, но мы к этому кадру еще вернемся. Адам, мой парень. Ага, ему звонит Бехолдер. Я могу еще услышать в твоем голосе. Что ты хочешь от меня, Бехолдер? Что ты хочешь? Я хочу предложить тебе новое начало, Адам. Начать жизнь с чистым слетом, без вычисления своего прошлого. Но я хочу, чтобы ты сделаешь что-то для меня в вершине. Я готов, чтобы принимать первый шаг, Адам. Я готов, чтобы тебе помогать. Ага. Ну, это ли не прямая отсылка нам на Зону 9? Так, обновление у нас будет называться Ауткаст. Это седьмой сезон Стэндофф 2. Давайте разбираться, что мы увидели и что мы можем, какие выводы сделать, исходя из тизера. Значит, он читает какую-то книгу. Значит, книга у нас про... Римскую империю. Ага. Ему подсовывают телефон и звонит ему Бехолдер. Это вызывает у него какой-то гнев, потому что он сжимает кулак. Да, и Бехолдер, получается, предлагает ему свободу в обмен на какую-то работу, как я понял. При этом, кстати, обращаем внимание на то, что у него что-то с лицом, то есть как будто бы он то ли в пожаре был, то ли где-то еще. И вот здесь я обратил внимание, смотрите. Во-первых, мы видим фотографии зоны 9, мы видим плент А, Б, мы видим логотип Бехолдера и видим реактор из зоны 9. При этом новость на стене, это, видимо, вырезка из газеты, говорит нам о том, что был где-то пожар. Возможно, это как-то связано с его лицом, то, что он где-то, видимо, подгорел слегка. И какая-то связь в этом 100% есть. Значит, потом есть еще один кадр, я смотрел трейлер уже до этого. И мы вместе с нашим видеомонтажером обратили внимание, то, что вот здесь, сейчас попробую найти вот этот кадр, где он подходил к двери. Можете тоже, кстати, обратить на это внимание. Здесь, на стене, вот тут вот прям, есть какие-то надписи, какие-то чертежи, и мы видим даже очертания взрыва. Возможно, он что-то планировал, сидя здесь в камере, и так как это зона 9, там есть реактор, возможно, он планирует взорвать реактор. Все может быть. И есть еще интересная очень версия, которая мне только что пришла в голову. Мы видим то, что ему нужно будет переодеться, как бы, обратно в скин, видимо, зоны 9. Может быть, это, конечно, какой-то намек на оперативников, но мало ли. Во всем этом трейлере мы не увидели ни одной отсылки к новой коллекции, мы не увидели отсылки к какому-то новому ножу или перчаткам. То есть, как бы, ровным счетом нам ничего не показали. Возможно, будут еще трейлеры, либо тизеры. Но я думаю то, что трейлер полноценный нас точно ждет, так как сливы уже были того, что разработчики сняли полноценный обзор обновления. Скорее всего, как минимум, оно-то точно выйдет. Ну и, в общем-то, нам этот трейлер больше ни о чем не говорит. Мы точно можем знать, что это будет зона 9. И очень любопытно, сейчас я вернусь к кадру, где у нас полноценная карта, точнее, не карта, а вот эти вот фотографии. И будет ли новая зона 9? То есть, либо это будет реворк старый, как это произошло с Сэнстоуном, либо это будет потенциально новая карта. Хотелось бы видеть, конечно, новую карту, так как зона 9 уже не совсем вписывается в пул новых карт, которые выходили. То есть, это провинция, это дюна. И вот эти карты, я не знаю, они одни из самых любимых у меня стали. Зона 9 все-таки требует, наверное, полного реворка. И мы это, кстати, обсуждали на подкастах, ребят, поэтому обязательно заходите на подкасты. Мы обсуждаем очень интересные темы, в том числе отвечаем на ваши вопросы. В общем, в целом, нам остается ждать только выхода трейлера, либо уже обновление 0.28.0. Тем не менее, если вышел тизер, значит обновление совсем скоро. Ну, а вы знаете, что обязательно в обновлении будет либо новый Battle Pass, либо будет новая коллекция. Обязательно будут промокоды на новые скины, на тот же самый Battle Pass. Вы знаете, где вам будут их раздавать. Конечно же, на канале Веля, и вам стоит подписаться с колокольчиком обязательно на этот канал. Также посылайте в описании, перейти в Telegram, потому что там будем постить самые срочные новости касательно обновления. И там же мы выбираем ребят, в том числе на раздачу промокодов и Battle Pass. Ну, а с вами был я, Рома Грис. Увидимся в следующих роликах. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok